Доброе утро! В эфире программа «Будьте здоровы». Меня зовут Елена Бондаренко. Каждую субботу мы с вами обсуждаем новости медицины, говорим о лечении и профилактике различных заболеваний. Наша программа выходит в прямом эфире, и вы можете задавать интересующие вас вопросы гостям в студии. А в финале вас ждет медицинский гороскоп. И вот что еще мы покажем сегодня в программе. Осторожно, дети! С начала летнего сезона к врачам все чаще привозят малышей с отравлениями. Пять добрых лет! Благотворительный проект «Ключ к жизни» провел свой день защиты детей. Диагноз ЕГЭ. Не успели начаться выпускные экзамены, как в школы уже вызывают скорую. Современная косметология предлагает массу вариантов для поддержания молодости и красоты. В том числе инъекционные методики. Что, кому, в каком возрасте рекомендовано из уколов красоты? Об этом поговорим через несколько минут в студии с Ольгой Липа, врачом-косметологом клиники эстетической медицины «Биосвиз». Если у вас есть вопросы по теме нашей беседы, их можно задать гостю по телефону прямого эфира. А сейчас краткий обзор новостей медицины. Всероссийский симпозиум стоматологов прошел в Тюмени. Главная тема – аккредитация врачей. Допуск по новой системе медики должны получать с этого года. Пока нововведение коснулось стоматологов и провизоров. К тому же специалисты должны теперь постоянно учиться, выигрывают пациенты. На современном инфапе врач один раз в пять лет проходит в повышение квалификации. За пять лет много чего меняется. И та информация, которая возникает вновь, ее очень трудно воспринимать через пять лет. Если же постоянно это возникает, то есть постоянно идет поток информации, то тогда, конечно же, это лучше усваивается и лучше внедряется в клиническую практику. Поговорили и о результатах работы. Самыми распространенными заболеваниями в регионе остаются кариес и парадонтоз. Трагедия в Нижней Тавде. Ребенок, которому нет еще и двух лет, отравился жидкостью для розжига. С помощью транспорта медицины катастроф его доставили в токсикологическое отделение 1-й областной больницы. И это не единственный случай. Врачи отмечают, летом на отдыхе взрослые расслабляются. А надо внимательно наблюдать за детьми. Дети познают мир через вкусовые рецепторы, поскольку читать, писать они еще не умеют. Все, что они до чего дотягиваются, они тянут в рот. И это могут быть и безобидные таблетки, допустим, витаминки. А могут быть очень тяжелые кардиотоксичные препараты, которые могут привести к серьезным последствиям. 80 лет исполнила заслуженному врачу России терапевту Нелли Рудаковой. 56 из них она отдала медицине и областной клинической больнице номер 1. Была первым аллергологом и пульмонологом в области. В этих стенах она работает до сих пор, воспитала не один десяток врачей. И вот здесь вся моя жизнь прошла. Это жизнь, ну, подобно той реке, которая многое унесла с собой. Хорошая вернула, конечно, назад мне. Но для работы, для меня, понимаете, это своеобразный наркоз, который мне помогал выживать. Помогал мне работать, отдавая себя пациенту. Нелли Васильевна признается, что на пенсию не торопится, ведь у нее еще много сил, чтобы помогать людям. Благотворительный проект «Ключ к жизни» отмечает этим летом свое пятилетие. И первым событием стал День защиты детей. За время работы фонда помощь получили 668 маленьких пациентов. Для каждой семьи с особыми и больными детьми такая поддержка – это огромное подспорье и шанс на сохранение жизни ребенка, улучшение его здоровья. До двух с половиной лет Ксюша была вполне обычным ребенком. Нормально росла и развивалась. А потом в ее маленьком организме произошел сбой. Врачи поставили диагноз – эпилепсия. Благодаря «Ключ к жизни» девочка отправилась на лечение в Испанию. Помогу она очень сильно, потому что ушли приступы совсем. Остались остаточные явления, которые нужно погасить с помощью терапии. Сейчас Ксюше 8. В этом году она идет в первый класс. Приступы прекратились. И теперь родители знают – их ребенок сможет наверстать упущенное. На счету проекта «Ключ к жизни» не только сотни детей, которым помогли, но и в два раза больше родителей, которым вернули надежду. Среди них и Яна Мовчан. Ее дочь Владислава больна с рождения. У нее ДЦП. В День защиты детей девочка отметила 16-летие, а ее родителей 5 лет с тех пор, как им помогает ключ. По программе «Ключ к жизни» стали финансировать наши курсы реабилитации в санатории Тараскуль в спинальном корпусе. Там наши дети получали очень хорошее лечение, иглоукалывание, грязелечение. Очень замечательные были там инструкторы по ЛФК. Участников проекта пригласили отметить День защиты детей на площадь у Дворца творчества «Пионер». На сцену вызвали именинников. Среди них был и Вова Киприянов. Первый малыш, которого вылечили от онкологического заболевания благодаря ключу к жизни. Таких побед в копилке проекта множество. До 1 июня 2016 года у нас прошло 667 детей. То есть это довольно-таки большая такая круглая цифра. Более 100 детей ежегодно проходят лечение в рамках проекта. Стать благотворителем может каждый. Нужно просто отправить смс со словом «ключ» на номер 3434 и суммой пожертвования. Этот маленький шаг станет частью большого дела под названием «ключ к жизни». Анна Княжева, Сергей Кондаков, Тюменское время. Уколы красоты за несколько сеансов возвращают молодость, сияние кожи, выравнивают цвет лица, успешно справляются с выпадением волос, лишним весом. Так ли это на самом деле? Будем разбираться в течение программы. Напомним, мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность задавать вопросы доктору по телефону. Ольга Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Александровна, ну сейчас, конечно, предлагается масса просто методик, чтобы поддержать, сохранить красоту и тела, и лица, в том числе, конечно, инъекционные методики, которые считаются, ну, самыми, наверное, эффективными. Большинство из них входит как раз в гиалуроновая кислота. Вот почему? Ну, сама по себе процедура биревитализации – это один из методов профилактики и коррекции недостатков кожи путём инициирования гиалуроновой кислоты в нужный слой. Вообще, в периоде означает биревитализация как естественное оживление. Естественное? Естественное оживление, потому что гиалуроновая кислота – это гидроколлоид, этоходит в состав межклеточного вещества. То есть это не чужое вещество? Не чужое, это природный компонент, да, участвует в делении, в питании клетки, синтеза коллагена и эластина основных белков кожи. И, конечно, эта процедура показана для пациентов с уже имеющимися возрастными изменениями, так и для профилактики возрастных изменений, для подготовки кожи к агрессивному воздействию ультрафиолетового облучения. То есть летом, как раз. То есть летом. А молодым не нужно бояться инъекций? Нет, конечно. То есть нам, конечно, нужно профилактировать возрастные изменения, потому что со временем уже будет намного сложнее бороться уже с проявлением. Когда уже всё имеется, так сказать, да? Когда уже имеется, да. Понятно. Ольга Александровна, ну, тем не менее, вы, наверное, согласитесь, что многие с недоверием или с опаской, может быть, относятся именно к инъекциям. Всё-таки это внедрение, да, подкожное, внутримышечное, ну, страшновато. Какие есть по этому поводу мнения? Давайте я озвучу, а вы как-то нам скажете, так это или нет, и стоит ли на самом деле опасаться. Ну, все инъекционные методики вызывают привыкание. Есть такое мнение. Вот, ну, действительно ли это так? Можно ли, вот, как говорят, подсесть на эти самые уколы красоты, в том числе на уколы гиалуроновой кислоты? Подсесть на уколы красоты, конечно же, невозможно, потому что мы заставляем, не заставляем, а помогаем клетке работать в оптимальном режиме, то есть накапливаем её ресурсы, а не наоборот, расходуем её. То есть мы создаём санаторные условия, если можно так сказать, для функционирования нашей кожи. Понятно. Ещё одно мнение. Ну, уколы красоты, понятно, это только для женщин. Мужчины-то приходят к вам? Конечно, конечно. Особенно в последнее время, как бы в нашем современном ритме, мужчины тоже хотят выглядеть красиво и стараются ухаживать за кожей, то, конечно, мужчинам тоже показана процедура биревитализации. А что, какой они хотят эффект достичь? Тот же самый? Они хотят, да, то есть помолодеть, улучшить цвет лица, разгладить мелкие морщинки, как бы выглядеть более свежим, ухоженным, достойным. Понятно. Ну и ещё одно мнение. Инъекционные процедуры нельзя проводить летом. Что вы скажете? Нет, у этой процедуры нет сезонности. Эту процедуру проводим как раз для того, чтобы подготовить кожу к агрессивному воздействию ультрафиолетового облучения, увлажнить кожу, потому что температура окружающей среды высокой, и потеря влаги идёт, конечно, намного быстрее. И вот защитить кожу... Поэтому ли это самое то? Да, да. Если можно так сказать. Понятно. А как вообще проходит эта процедура? Больно, не больно? В общем, какая область, куда это всё делается? Процедура проходит достаточно комфортно. Конечно же, мы обезболиваем кожу перед тем, как инициировать гиалуроновую кислоту. Уводится она в необходимый слой, средне-глубокие слои эпидермиса и дермы, туда, где как раз она необходима. То есть достаточно комфортно процедура проходит. Это обязательно лицо или нет? Нет, нет, конечно же, не лицо. То есть, конечно, чаще мы проводим процедуры открытых участков кожи. Это лицо, шея, декольте, руки. Но вообще, конечно, кожа требует везде гиалуроновую кислоту. Это могут быть различные участки. Это могут быть истрии, там, где потеря тонуса, эластичности. То есть любой участок тела. Понятно. Ну и почему тогда недостаточно одной процедуры всё-таки? Хочется, чудес иногда пришёл, укололся, помолодел, ушёл. Здесь всё-таки накопительный результат. В среднем необходимо три процедуры с интервалом в две недели. Результат от процедуры в среднем будет сохраняться 3-6 месяцев. Иногда исчисляется он годами. Продолжительность зависит от биологического возраста человека и от темпа расходования гиалуроновой кислоты. Темп расходования у нас зависит от стрессов, различных заболеваний, может быть, как раз агрессивного воздействия ультрафиолетовых лучей, курения, часто посещения солярия. То есть, конечно, в этих ситуациях надо... В общем, всё индивидуально получается. Всё индивидуально. Понятно. У нас есть телефонный звонок, Ольга Александровна. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Алло. Мы слышим вас. Доброе утро. Вы будете... Прокомментируйте, пожалуйста. Вот мне 65 лет. Какие процедуры я могу сделать? 55 лет. А, 65 лет, простите. 65 лет. Спасибо. Какие процедуры можно посоветовать женщине? Ну, конечно, нужно посмотреть на качество кожи в этом возрасте, потому что здесь какие-то, может быть, были процедуры. Но в любом случае гиалуроновую кислоту... В любом случае показана гиалуроновая кислота. То есть она для всех? Да, да, да. Какие вообще можно проблемы решить с помощью гиалуроновой кислоты? Ну, что нас беспокоит? Я не знаю, там, морщинки на лбу обычно, носогубные складочки, под глазками, гусиные лапки. После процедуры биревитализации мы, конечно, решим проблему мелких морщин. Именно мелких морщин? Мелких морщин, да. Что касается более глубоких морщин и заломов, у нас есть более эффективные процедуры. Это контурная пластика, стабилизированная гиалуроновой кислотой, так называемый филер-наполнитель или бутулотоксин. Но это тоже кислота та же самая, да? Только она немножко отличается по составу, да? Правильно я поняла вас? Да, стабилизирована, а биревитализация направлена как раз для профилактики появления вот этих глубоких морщин и заломов. То есть она возвращает коже более молодой вид, улучшая качество кожи. То есть такая поддерживающая процедура, можно сказать. Понятно. Мы обязательно вернёмся. Готовьте свои вопросы доктору, продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. В летние месяцы кожа подвергается целому ряду воздействий, которые оказывают на неё не лучшее влияние. Конечно, в этот период нам требуется дополнительный уход, увлажнение, например, с помощью инъекции гиалуроновой кислоты или биоревитализации. А летний уход за телом трудно представить без процедур, которые избавят от лишних сантиметров. Об одной из них – липосакции без операции – также поговорим сегодня. Мы продолжаем. Ольга Александровна, ну вот мы сейчас такие все грамотные стали, покупая где-то крем. Просто уходовый крем для лица, может быть, для тела. Ищем в составе. Написано, ага, гиалуроновая кислота. Зачем же тогда инъекции, если можно просто вот так комфортно, приятно получить увлажнение? Так, конечно, сейчас в состав очень часто входит гиалуроновая кислота. Но, как мы знаем, в составе крема, концентрата или сыворотки, гиалуроновая кислота увлажняет верхние слои эпидермиса. Это роговой слой. Глубже она не проникает. А когда мы инъекциируем гиалуроновую кислоту в нужный слой кожи, мы, конечно же, улучшаем и состав межклеточного вещества, стимулируем свои клетки, чтобы они вырабатывали свою нативную гиалуроновую кислоту, основные белки кожи, коллагена, ластин. Конечно же, эффект мы получаем намного ярче, эффективнее, чем просто от нанесения крема. Но в комплексе можно использовать? В комплексе, да, конечно. Конечно, будет выполнять. Понятно. Ну, вот сразу как-то с вами заговорили о возрастных изменениях. У молодых подростков свои проблемы. Это, конечно же, угревая сыпь. Как-то здесь можно бороться с помощью тех же инъекций? Да. Любую кожу нужно увлажнять. Даже жирную, склонную к угревым высыпаниям, с повышенным салоотделением. Но здесь мы рекомендуем применять гиалуроновую кислоту, содержащую эфир гиалуроновой кислоты. Как раз вот эти препараты, они регулируют работу с сальной железой. Немножко отличаются они от гиалуроновой кислоты. Но в то же время мы получим эффект стимуляции, и в то же время будем профилактировать и угревые высыпания. То есть два в одном получается? Два в одном, да. А когда вот такой острый идет процесс? Когда острый процесс, конечно же, нужно будет переждать, чтобы был небольшой регресс, а потом проводим процедуру. Ничего страшного. Ничего страшного. Понятно. Ну вот ничего страшного опять прозвучало. Давайте узнаем, что люди думают по поводу, кстати, инъекций, уколов красоты. Мы спросили на улице буквально в Тюмени. Я думаю, будет интересно. Это люди, когда хотят хорошо выглядеть, в определенном уже возрасте, наверное, пользуются этим. Но это, я думаю, что это медицинская процедура. Сделать внешность еще красивее, чем на самом деле она есть. Кто-то хочет быть просто красивее, и у них есть на это деньги. Пожалуйста. Главное, не переборщить. Ботокс. Не очень хорошая вещь. Лучше естественная красота, чем всякие уколы, чтобы казаться лучше. Все вмешательства посторонние, они все равно неблагоприятны для человека. До какого-то времени, а потом они как бы все равно портят кожу. Это надо регулярно поддерживать. Надо бабушкиными советами пользоваться. Искусственная красота, она не всегда хороша. Она больше делает плохого, чем хорошего. Чтобы люди подольше молодыми выглядели. Потому что умом мы сохраняем молодость в душе, а внешность, конечно, только с помощью инъекций. Ну, что можете сказать? Да, да, да. Ну, естественная красота, это, конечно, очень хорошо. Но хочется все-таки, чтобы женщина нравилась себе. И когда появляются на лице первые морщинки, заломы, это, конечно, не всегда женщину устраивает. И мужчину. И мужчину. Да, поэтому это обращается к косметологу. Если есть, в общем-то, такая возможность, почему бы и не воспользоваться? Почему бы и нет, конечно. Можно, я думаю, сделать и такой вот вывод. Ольга Александровна, помимо лица, понятно, что лицо, оно всегда на виду, ну, как руки, как вы сказали, открытой части тела. Само вот это вот самое тело, мы, спеша на юг куда-то там, да, надевая купальники, мы тоже хотим продемонстрировать в лучшем виде. Здесь вы как можете помочь? Обещали рассказать про липосакцию буквально без операции. Неужели это возможно? Да, это возможно. Есть такая процедура интро-липотерапии. Это безоперационная процедура уменьшения объемов тела. Препарат называется Акваликс. Это липолитик, который вводится в локальные жировые отложения. Да, подождите, что такое вот липолитик? Липолитик – это препарат, который расщепляет жировые отложения. Да, клеточки, адипоциты, которые находятся у нас подкожно, вот этот препарат расщепляет. Состав входит в дезоксихолат натрия. Вообще это натуральный компонент. Соль дезоксихолевой желчной кислоты ежедневно вырабатывается у нас в печени. Вот, и этот препарат мы вводим в локальные жировые отложения. Угу. Какой эффект и чего можно достичь? Я спрошу чуть попозже. Давайте пока ответим на вопрос зрителя. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот очень хорошо, значит, врач-косметолог обо всем рассказывает. И хотела бы я узнать, с какой она клиники. Это, во-первых. Во-вторых, ведь эта процедура не очень, наверное, позволена людям со средним достатком. И бывают ли у них какие-то акции, или бывают у них какие-то, знаете, как показательные мероприятия. Вот хотелось бы услышать. Спасибо вам большое. Спасибо за звонок. Ольга Александровна, что можем сказать? А с какой вы клиники, во-первых? Расскажите нам, насколько это по деньгам доступна процедура, и бывают ли скидки? Я работаю в клинике Биосвиз, клиника эстетической медицины. Вообще процедура, конечно, по стоимости не дешёвая, потому что препарат итальянский, безопасный, имеет европейские и российские стандарты качества. И, конечно, он зарекомендовал себя высоко в косметологии, но всё зависит от зоны коррекции. Если это второй подбородок, так называемый второй подбородок, то, конечно же, объём необходим совсем небольшой. А если зона коррекции уже больше, то препараты необходимо больше. Наверное, дешёвых препаратов стоит опасаться всё-таки, я бы сказала так. Лучше, дороже, но качественнее. Да, эффективно, качественно. Что касается скидок и акций? А сейчас у нас в клинике идёт акция на как раз процедуры биревитализации. Так, очень приятно слышать. При покупке как раз курса процедур, вторая процедура с 20% скидкой, третья процедура с 30% скидкой. Как раз препарат объёмом, который хватает для коррекции лица, шеи и декольте. Как к вам обратиться? Позвонить можно? Да, конечно. По телефону 55 55 90 можно записаться на индивидуальную консультацию, где мы подберём полный план лечения. Если говорить опять, возвращаясь вот к этой замечательной процедуре, которая коррекция или липосакция, как вы сказали, без скальпеля. Вот каких результатов и за какой период можно достичь? Неужели прям вот, ну вы понимаете, хочется радикальных мер. Да. Ну, в среднем необходимо 2-6 процедур с интервалом 1 раз в 3 недели. Конечно же, процедуру стоит начинать там как раз не перед летним периодом, а заранее, чтобы получить хороший результат. Процедура зависит, количество процедур зависит от зоны воздействия. Если это небольшие отложения жировые, то, конечно, может быть и 2 процедуры достаточно. Ну, а если уже там, конечно, больше, то до 6 процедур. Понятно, понятно. Ну и всё, конечно же, вы начинаете, я знаю, с консультаций, советов, заполнения анкеты и так далее. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Здоровья вам и красоты. Спасибо, взаимно. Не более 10-12 процентов школьников в России специалисты могут назвать здоровыми. А к выпускному многие имеют ни одно и ни два хронических заболевания, которые нередко обостряются во время ЕГЭ. Напряжённый период у ребят продлится до конца июня. Как выдержать стресс и вместе с баллами не заработать ещё гастрит и бессонницу, расскажут мои коллеги. Нет повода для волнений. Обучение пройдено. Вы допущены к сдаче. Используйте это как шанс проявить себя. Вы сможете выйти на новую жизненную орбиту. Экзамены – горячая тема даже на орбите. У этого видео за неделю 4,5 тысячи просмотров. Российские космонавты в год 55-летия полёта Гагарина желают выпускникам отличного результата без стресса и потерь для здоровья. Однако в Тюмени в этом году на экзамен уже вызывали бригаду скорой. Правда, ситуация оказалась не экстренной. И помощь выпускницы, сдающей русский язык, врачи оказали на месте. В прошлом году за период ЕГЭ скорая в школу выезжала 6 раз. Ребят беспокоили боли в животе, обмороки и высокая температура. Медики просят организаторов быть внимательнее к потребностям школьников. Во-первых, они должны находиться в хорошо проветренном помещении, чтобы не было прямых солнечных лучей. Если есть жалюзи закрытих, если есть окна открытих, если это душное помещение, которое выходит на солнечную сторону, значит наличие кондиционера. При гипертермическом синдроме, при судорожном синдроме. На шатырь успокоительные препараты, нормализующие давление. В школьной аптечке лекарства на все случаи жизни. Из 13 медпунктов первой детской поликлиники 10 дежурят во время сдачи ЕГЭ. Самые частые обращения, головная боль, тошнота. Виноваты в этом нередко и родители. На кануне никаких снотворных средств не должно быть, никаких успокаивающих средств не должно быть. Мозг наш. Для того, чтобы у него была рабочая деятельность, он должен получить глюкозу. То есть поэтому утром лучше всего родителям встретить ребенка с улыбкой, дать ему какую-нибудь сладкую булочку. И никаких энергетических напитков. При стрессе организм и так включает реакции самовыживания. А стимуляторы только обостряют эмоции. Встряхнуть себя прямо на экзамене можно и по-другому. Восстановить взаимодействие между полушариями мозга помогут перекрестные движения. Правым плечом к левому колену и наоборот. А вот активизировать зрение и слух помогут глазная гимнастика и массаж ушей. Если же вам мешает чувство тревоги, то необходимо три раза подряд сделать глубокий вдох и выдох. В ближайшие дни выпускникам предстоит сдавать самый популярный из дополнительных предметов общество знания. В течение двух недель на очереди еще шесть дисциплин. Затем поступление в ВУЗы. И надо постараться пережить этот период спокойно, без нервных срывов. Юлия Сауляк, Евгений Доценко. Тюменское время. Поддержать самочувствие, хорошее настроение поможет наша рубрика «Медицинский гороскоп». Представляем вам прогноз на неделю. Овен. Прежде чем следовать чужим советам, убедитесь, что это не принесет вам вреда. Лучше лишний раз спросить рекомендацию врача. Телец. Чрезмерный аппетит может стать причиной нескольких лишних килограммов. Тщательно пережевывайте пищу. Это поможет съедать меньше. Близнецы. Вы будете приятно удивлены хорошим самочувствием. Используйте этот момент по максимуму. Рак. Берегите суставы, потому что сломать или вывихнуть что-то для вас, к сожалению, будет легче легкого. Лев. Грустное выражение лица не поможет почувствовать себя лучше. Поэтому, несмотря ни на что, постарайтесь улыбаться. Дева. Проверьте, есть ли у вас в аптечке все необходимое. Если чего-то нет, пополните запас. Весы. Сейчас можете есть все, что пожелаете и сколько захотите. Но не забывайте и о воде. Скорпион. Стоит попробовать отжаться от пола не 10, а хотя бы 11 раз. Небольшой прогресс вам просто необходим. Стрелец. У вас будет тысяча и одна возможность, чтобы поправить здоровье. Однако совершенно не факт, что вы ими воспользуетесь. Козирог. Аллергия, увы, знакома практически всем. Но сейчас она представляет реальную опасность для вас. Будьте на чеку. Водолей. Уделите внимание шее. Любой сквозняк может добраться до нее, а не поздоровится всему организму. Рыбы. Ваш желудок будет особенно хрупким и уязвимым. Постарайтесь не раздражать его понапрасну. Одно из недавних исследований показало, что обычное мороженое великолепно снимает нервное напряжение и переутомление. Объясняется это тем, что молоко или сливки, из которых его производят, содержит L-трептофан – очень эффективный натуральный транквилизатор, поднимающий настроение и успокаивающий нервную систему. Ученые отмечают, что это вещество даже помогает справиться с бессонницей. Молоко и сливки не обладают этим свойством, потому как при плюсовой температуре L-трептофан распадается, а в мороженом он может длительно сохранять структуру. Кроме того, когда его едят взрослые, есть еще и дополнительный терапевтический эффект. Лакомство напоминает нам о детстве, которое для большинства людей наполнено приятными моментами. Присоединяйтесь к нашим группам в популярных социальных сетях. Пишите вопросы по желанию, предлагайте темы для беседы. Выпуски наших программ доступны на YouTube, на официальной странице телеканала «Тюменское время». До встречи в следующую субботу. С вами была Елена Бондаренко. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин